Дэдспейс, не Дэдспейс, Дэдспейс, не Дэдспейс, Дэдспейс и не Дэдспейс, главный ответ на вопрос миллионов игроков по всему миру, судя по тому, как называется большинство обзоров. Только вот, снова морфы, снова вспышка заражения, стратегическое расчленение, втаптывание, анимация смертей, галлюцинации, голографический интерфейс, идеология, эта надпись, сравнения неизбежны. Их будет много. Однако, это всё только обложка. На практике всё совсем по-другому. Я расскажу, на какую игру в действительности похожа Каллиста Протокол, как правильно слушать аудиодневники и что на самом деле стоит за этой буквой. Главный герой, дальнобойщик Джейкоб, чью роль исполнил американский актёр Джош Дюамель, терпит непредусмотренную посадку на спутнике Юпитера Каллиста. Ему тут же шьют срок и заключают в тюрьму под названием «Чёрная жесть». Впрочем, Джейкоба ждёт досрочное, поскольку персонал уже на следующий день доедает голодные упыри. Теперь, путь к своей свободе, главгерой должен размашисто прорубить с помощью электрической дубинки и молодецкого пинка. Нет, ну пушки тоже есть, но акцент немножко смещён. И первая причина, по которой это не Dead Space, наш герой-то теперь коренастый шкафчик. И теперь в ход активно идёт палка-убивалка, на основе которой строится боёвка игры. К ней нужно привыкнуть к боёвке-то, потому что ваш успех зависит от уворотов. Кувыркаться не умеем, но доджить вправо-влево запросто, причём обязательно чередуя, если два раза в одну сторону, то получите по Дюамелю. У ворота до казуального просты, никаких таймингов, просто держим кнопку вправо или влево, зажатой вплоть до замаха противника. Или жмём назад, тогда поставим блок. Главное в этот момент выйти из прицеливания, а то опять-таки отхватите. Да не переживайте, механику есть чем усложнить. На подмогу к одному противнику придёт второй, а то и третий. Один из них будет чуть сильнее, другой чуть быстрее камуфлирований, третий вас не видит, но сильно бьёт, а четвёртый взрывается при контакте. Причём со временем они ещё и начинают мутировать посреди боя, становясь ещё опаснее. Так что под каждого придётся подбирать тактику. И оружие. Наборчик небольшой, но вполне себе разнообразный. Для ближних дистанций, для дальних, с большой кучностью или с большим разбросом. Ну и конечно же специальная перчатка, которая может хватать врагов, бросать врагов и бросать предметы во врагов. Эквивалент Dead Space-овского стазиса и по аналогии имеет свойство разряжаться. Но! Ничто из вышеперечисленного не является эффективным. По крайней мере само по себе. Да, палкой вполне можно затыкать подмутировавшего зэка, но два зэка уже челлендж. Придётся задействовать весь арсенал, чтобы не попасть в тиски и не пропустить двушечку в корпус. Один монстр бьёт сразу за другим. Игра позволяет рисовать красивые комбо. У ворот несколько ударов палкой, а затем, что это у нас тут такое? Ага, метка для выстрела, который можно совершить с автоприцелом, завершая комбо. Удобно? Удобно. Эффектно? Ну очень. Аутентично? Ну, для какой-нибудь мобильной игры вполне себе, да. Для Глена Скофилда, который делал первую Dead Space и так гордился, что весь интерфейс красиво встроен в мир игры? Первое замечание. Но впредь будьте осторожней. Любое устройство из арсенала, включая палку, пушки и перчатку, можно прокачивать на принтере. И чем дальше в ветках прокачки вы заходите, тем интереснее получаются комбинации в бою. Убили первого в стелсе, поставили блок от второго, сделали подножку, выстрелили пистолетом в лицо, увернулись, сделали сильный удар, переключились на другое оружие и выполнили усиленный выстрел. Герой в плане смены пушек не расторопен, так что лучше просчитывать комбо хотя бы на два хода вперёд. Ещё на локациях расставлены всякие ловушки, шипы, вентиляторы, пропасти. И с помощью вашей способности к телекинезу мутанты с ловушками очень хорошо совмещаются. Грейсон Хант передаёт привет. Ну и стратегическая расчленёнка, куда без неё. Здесь противники не так охотно расстаются с конечностями, как в Dead Space, но потерявшие дезориентируются, слабеют и немного замедляются. В итоге, если в мёртвом космосе на нормальной сложности особо думать-то не приходилось больше действовать, то в Каллисто Протокол активировать оба полушария приходится даже на минимальной. Взять игру на храпом не выйдет. Поэтому каждый бой это вызов, его нужно планировать, к нему нужно готовиться, для него придётся разжиться всяким добром. Тюрёмные сусеки скрывают патроны, аптечки, кредиты и мусор на продажу. У вас очень ограниченный инвентарь, по крайней мере поначалу. Поэтому в дело вступает менеджмент. Какие патроны взять, а какие оставить? Всадить ли в себя инъекцию здоровья, даже если не достает всего ячейки? Или лучше добежать до ближайшего магазина и продать? Стандартная мета-игра любого сурвайвл-хоррора, но играть в неё в Каллисто Протокол достаточно увлекательно. В основном потому, что собирательство будет происходить в витиеватых коридорах чёрной жести и ближайших окрестностей. Пути зачастую расходятся. Есть не только правильный, но и закоулок другой, где вас ждут ещё припасы и, конечно же, враги. Исследования ещё способствуют сами локации, исполненные максимально технично, по последнему писку футуризма и местами даже козыряющие обойнами для рабочего стола. Благо, фоторежим-то здесь есть. Тактильное всё ещё такое. Здесь разбросана куча дотошно проработанных механизмов, которые шевелятся, крутятся, шебуршат и вообще имитируют жизнь на станции в свете её полного отсутствия. То же самое относится ко всему, что касается вашего арсенала. Каждое оружие осязаемо. Импакт от дубинки прям чувствуется. Каждое использование аптечки ощущаешь на своей шкуре. А с хаптиком на PS5 так и вообще всё имеет свой вес. Всё это работало бы гораздо хуже, если бы не такая тщательная детализация. И то, как игра выглядит, это прям очень сильная сторона. Во-первых, продакшн здесь просто лютый. Знаменитые актёры, их игра, сложные постановочные сцены с кучей графики. Во-вторых, сама графика, атмосферные эффекты, детализация помещений, лица персонажей. Вы только посмотрите на эти капельки потов. Каждый полигонов больше, чем во всей первой Dead Space. Утрируй, старый друг, ты прекрасно выглядишь. А какие здесь панорамные кадры? Только есть одно О. Оптимизация. Выход игры был немного омрачён скандалом. На момент написания обзора ситуация выправилась, но это всё ещё 55% положительных отзывов. На старте игры с оптимизацией были ужасные проблемы. Она шла одинаково плохо что на 1080, что на ультрах, что на средних. С рейдрейсингом и без, разве что DirectX 11 выигрывал пару кадров у DirectX 12. Лично моей конфигурации как-то повезло сильнее, но ровно до тех пор, как взгляд устремлялся на что-то красивое. Игра наказывала за созерцательство. Но подождите. Во-первых, статтеры поправили патчем, который вышел на следующий день после релиза. Стало комфортнее. Во-вторых, мне вспоминается ситуация с Arkham Knight. Отличную игру просто уничтожили на старте за плохую оптимизацию. Неужели мы повторим тот же прецедент? Тем более, что разработчики реагируют на проблемы. Или стоит все-таки вынести производительность за скобки? Слава богу, мне не придется задаваться этим вопросом, потому что проблемы игры и без того предостаточно. У Мертвой Луны есть обратная сторона. Во-первых, если вы не заметили, это хоррор. Вам прощается, потому что заметить это предельно трудно. Страшно в Калисто не бывает. Страх величина неизмеримая, я это понимаю. Но все же есть нюансы, которые отличают черную жесть от аналогичных мест. Ишимура жила своей потусторонней жизнью. Севастополь разваливался на ходу. Даже дом бейкеров, который не подходит в смысловой ряд, скрипел и сквозил за упокойным ветром. Тюрьма молчит, изредка приспуская пар, но в остальном саунд-дизайн здесь на удивление беден. Иногда биофаги громко скребутся в подполе, но всегда это геймплейный и предсказуемый элемент. Вот такой вот сцены или, например, вот такой вы здесь не встретите. Да и с музыкой беда. Вне боя она редкая и не особо выделяющаяся. Снова хочется подобрать слово «бедновато». Просто сравните, как вам было бы страшнее. На самом деле саундтрек-то лучше всего транслирует эмоцию напряжения, нежели страха, тревоги или паники. Поэтому лучше всего он раскрывается в бою, поощряя вашу жестокость и страсть к ультронасилию. Бой, о бой! Здесь композитор чувствует себя прекрасно, наращивая темп, вводя в партитуру полный спектр оркестровки, и каждая битва чувствуется эпической. Вы входите в рейдж-мод, и опасность остается позади. То есть то, что в Dead Space считалось смертельной близостью, здесь называется рабочей дистанцией. Это не то, чтобы плохо само по себе, более того, это весело, но согласитесь, трудно испытывать леденящий душу ужас, когда ты спейс-марин с силовым мечом наперевес. И весь хоррор в Каллисто сводится скорее к мясной части, нежели к атмосферной. DLC, которая включает в себя новые анимации смерти Джейкоба, мягко намекает. Но при этом и сам мясной геймплей вызывает вопросы. Сначала игроков сбила с толку система уклонения, но затем игроки её освоили и озадачились ещё сильнее. Простое зажатие одной кнопки вне всяких таймингов близит Каллисто скорее с мобильной игрой, а не с более скиллозависимыми выживачами, вроде Last of Us или Resident Evil. Но это касается только битвы с одним противником. Если противников два и больше, появляются другие проблемы. Враги нападают по очереди, но практически без пауз. Враги хватают тебя со спины. Враги порой стреляют на поражение, пока ты занят разборками с их коллегами. Да-да, привет роботы, я о них мало говорил, но только от того, что их практически и нет. Всё это вполне в порядке вещей. Просто не дайте себя окружить и тщательно готовьтесь к следующему бою. Изучайте локацию на предмет ловушек и аккуратно распоряжайтесь ресурсами. В итоге люди с прямыми руками, а они как у меня, вот такие вот комбо выбивают. Но не видел ни одной записи, где бы люди так красиво комбили с двумя противниками или больше. Потому что иногда разработчики решают зажать тебя на арене и выпустить 10 монстров к ряду. И тут можно нехило влипнуть. Патроны рано или поздно кончаются. Во время долгой смены оружия тебя бьют, надо уворачиваться. Во время долгой перезарядки тебя бьют, надо уворачиваться. А отступить нельзя. Кнопки направлений делают уворот, а кнопка назад делает блок, поэтому ты просто застреваешь на месте. При попытке развернуться и убежать обязательно отхватишь спину. Кончились патроны, приходится бегать вокруг, изображая шоу Бонни Хилла в надежде, что восстановишь стазис. И уже в толпе проявляются некоторые кривости боёвки, которые обнажают непостоянство правил. Иногда во время мутации зомби ты можешь нанести урон. А иногда нет. Иногда укрытия работают. А иногда нет. Издалека монстры стан лочатся от выстрелов. А вблизи нет. Чекпоинты расставлены потрясающе. То перед магазином, то есть каждый раз надо заново закупаться, то перед долгим тоннелем, надо утомительно ползать, к этому ещё вернёмся. Короче, непроходимых ситуаций нет, давайте так. Но боёвка действительно очень скиллозависимая, и зачастую лишает тебя пространства тактик, предлагая исключительно несколько правильных решений для ситуации. Но так, слава богу, происходит не всегда. Но есть и другой нюанс. Много врагов адок. Один враг просто спам уклонения. Помним, да? И вот представьте себе битвы с боссами, которые нападают поодиночке. Это просто танец уклонений, ни больше, ни меньше. А теперь представьте, что этот босс повторится. Четыре б***ь раза. Четыре. Сейчас ещё одно слово добавлю, чтобы усилить эффект. Подряд. Четыре раза подряд. Ну как бы можно и пять посчитать, потому что финальный босс наполовину так же построен. Да какого вообще ху... В общем, как вы могли понять, всё это ни разу не Dead Space. В силу специфики боёвки, которая вообще не похожа на игру Visceral, в силу атмосферы, которая скорее заряжает на агрессию, чем постепенно взращивает в тебе тихий ужас. На самом деле, да Каллиста протокол похожа на совсем другую игру. Я обещал сорвать все покровы в начале. На самом деле, Каллиста — это Worms. Потому что я не помню ни одну другую такую игру, в которой приходилось бы так много ползать. Кошмар Джона Макклейна не отпускает вас буквально всё прохождение. Но не переживайте, разработчики позаботились о разнообразии, чтобы поползновения не приелись. Как вам альтернативный вариант? Протискивание, доступное сразу на релизе без необходимости докупать DLC. Я понимаю, что скорее всего так симулятор бутылочного горлышка решает проблему с подгрузкой. Хотя, спасибо, такой ценой я, конечно, бы поподгружался лучше. Тем более, что игра и так очень часто уходит на эти самые подзагрузки между главами. Тем более, что выкатили игру со статорами на старте. Вот эту проблему бы решили сперва. Продолжаем веселиться. Вязкость чувствуется и в других моментах. Я уже говорил про 4,5 танцевальных босса, которые задолбают вас ещё на втором, я уверяю. Так вас ещё ждут 4 комнаты с покрадушками, тоже следующими практически друг за другом. Я знаю, что нормальные пацаны забивают на стелс уже ко второй и включают спартанскую ярость. Но речь снова идёт о вариативности. Если захотите решить проблему экономия патроны жизни и стазис, будьте добры перетерпеть, потому что разрабы не придумали вам других комнат. Да блин, как с языка снял. И вот честно, я бы забил на производительность. Я бы скушал однообразие. Я бы принял геймплей. Его всё ещё можно освоить и делать красиво. Просто небольшой недостаток вариантов в отдельных ситуациях мучает меня и некоторое большинство игроков по всему миру. Но сюжет это, простите меня, кал. Вы думали, что СтопГейм опять скаламбурит с названием на афише, а мы вас переиграли. Да, многие из вас заметили, что я обмолвился про сюжет в самом начале и вернулся к нему только в самом конце. Это не моя идея, такова структура игры. Несмотря на именитых актёров, несмотря на феноменальные лицевые анимации, несмотря на дорогой продакшн, всё это стреляет абсолютно в холостую. До самого конца игры актёры не сдают ни эмоций, ни мотивов, ни вообще какой-либо информации о себе. Я не знаю, что за человек такой Джейкоб. Мне в целом плевать, кто такая Дэнни, и уж только не рассказывайте мне, что антагонист в игре злой, потому что злой. Моё сердечко не выдержит. В самом конце на тебя вываливает кусок сюжета, просто чтобы неожиданный твист. Но это не вызывает ровно никаких чувств, потому что никто не собирался выстраивать эти чувства. Они их зарядили в начале, они ими выстрелили в конце. От сетапа до панчлайна 10-14 часов. Я считаю это просто прекрасно. Что происходит в промежутках? Аудио-дневники. Спасибо, что не текстовые. Но к ним у меня свой рядок претензий. Во-первых, в инвентаре сразу подсвечиваются все дневники, которые лежат на уровне. Даже те, которые ты ещё не нашёл. Просто они недоступны для проигрывания. Это вот от авторов интерфейса, который работает и внутри мира игры, да? То есть Джейкоб как бы наперёд знает, какой человек, а какую запись перед смертью сделал. Так получается? Или что? Или что? Во-вторых, в Dead Space можно было открыть инвентарь, включить дневник, закрыть инвентарь и продолжить слушать, лутая себе сколько влезет. В Калисто протокол, ты должен открыть инвентарь, включить дневник и ни в коем сука случая не закрывать, иначе закроется и дневник. Просто стоишь на месте и проигрываешь запись. Потому что аудио дневники надо смотреть, а не слушать. Ведь так следует из этимологии слова, да? На самом деле дневник можно слушать фоном, если нажать на кнопку закрытия инвентаря. Но лог почему-то закрывается, если нажать кнопку назад, что контринтуитивно. И если мы зачтём это за незначительные придирки, то есть в-третьих, содержание. 90% дневников строится по схеме «Мы сделали открытие, настоящий прорыв в науке, о нет, похоже, что-то врывается в мою комнату, о нет, о нет, о боже, нет, конец». Из них ты немножко больше узнаешь о природе биоморфов, чутка получше поймёшь саму тюрьму. Но в целом всё. В Dead Space за несколько часов игры из записок я узнал, как работает экономика будущего, как развита культура, да даже какие-то простые житейские истории членов экипажа узнавал. Уж простите мне столько сравнений с любимой серией, и Глинскофилд сам нарвался. Но подставьте сюда Alien Isolation, Prey, Signalis, Soma, и тезисы можно не менять. В этой игре за 10 часов я не узнал ровным счётом ничего о том, как устроена сейчас галактика, какие технологии в будущем в ходу, что там за экономика, культура, быть, да ничего. Мир Декалиста Протокол сжался до размеров самой тюрьмы, и он чувствуется абсолютно плоским. А что говорят сами персонажи? Самые, блин, утилитарные вещи во вселенной. Пойди туда, возьми то, вставь туда. Всё. Ну, есть ещё... Да нет, всё, ну реально, вас прост гоняет, как Иванушка-дурачка, не знам зачем, не знам куда. Первый в мире ААА проект, да? В финале, да, в финале потуга на эмоцию случается, но она же должна складываться из всего предыдущего опыта, а не появляться на ровном месте. Поэтому я никогда не забуду, через что мы с этими персонажами прошли. Я никогда не забуду, как ты попросил меня вставить предохранитель в переключатель. И про концовку я буду вообще молчать, потому что, ну спойлеры, ну камон. Но попробуйте по моей интонации догадаться о конечной эмоции. Это такой роскошный набор штампов, что даже те, кто в научной фантастике не шарят вовсе, отчётливо почувствуют затхлый привкус вторичности. Дело даже не в схожести с Dead Space. Тут прям по учебнику для начинающих научно-фантастических графоманов скрывается страшная правда, которая так же страшна, как и вся игра в целом. В общем-то. То есть, я хохотал в голос, но в глазах у меня были слёзы. Начали за Прометей, закончили за Дум. Не-не, я про фильм. Это... Это не Dead Space. И поймите меня правильно, Декалиста Протокол ни разу не плохая игра. В ней всё ещё интересный, пусть и специфический геймплей, в ней всё ещё прекрасное техническое исполнение, пусть оптимизация подкачала, в ней всё ещё довольно осязаемая атмосфера, пусть она и немного рассеивается в моменты ядрёных мясных заруб. Невооружённым взглядом видно, что Калиста — продукт любви. Просто недолюбили. И небольшое делось и к обзору. Решил сверить часы по ощущениям, настолько неоднозначной мне по итогам показалась игра. На Boosty вы написали, а теперь, если вы подпишетесь на наш Boosty, то у вас есть шанс попасть непосредственно в обзор, так что вперёд, озвучивайте своё мнение. Так вот, на Boosty вы писали как раз о том, что боёвка — это лучшее, что есть в игре. Но не более. I Am прошёл игру и перепройдёт ещё раз на тяжёлый. Сергей Тололин будет ждать хардкорный мод, потому что ему игра показалась даже слишком простой. Suncake тоже кайфанул от экшена, хотя и продолжительность его тоже подкупила. Более скептичными оказались Олег Сацков и Нота Курой, которые отметили вторичность игры и постепенно ухудшающееся качество. И то же самое сказали мои коллеги. Вася Гальперов солидарен, что геймплей превращается в кучу малу после двух соперников. Саша Виллисов отметил, что игра сама становится заложником уникальной боёвки и страдает от монотонности. А про сюжет же лучше всего высказался Ваня Луев, когда узнал, чем игра заканчивается. Честно говоря, только ради этого комментария я и затеял послесловие. Всем спасибо, сделаем нас единым в какой-нибудь другой игре. Продолжение следует...